добрый день доброе время суток с вами галина и николай стороженко и сегодня мы потому что мы вдвоем хотя видите у меня только одну николай рядышком со мной он смеется я буду суфлером и я буду отвечать на вопросы которые вы задаете и сразу так быстро где очень много вопросов было именно как уходить от конфликтных ситуаций если таковые являются я сегодня да не только сегодня несколько дней подряд у меня так крутится крутится как-то как-то она само собой вроде бы у нас сложилось да я делюсь секретиками на самом деле я всегда это мое любимое словечко вот я все по секретику по секретику помните в детстве может быть я не знаю делали вы или нет а мы такие девчонки делали мальчишки тогда делали стеклышки закапывали в землю сверху притрушиваю а под низ ложили от конфеток эти фантики фольгу а потом какие-то бусинки камушки красивенькие ракушки может что-нибудь красивенько то что драгоценное такое для девчонок мальчишек было сверху стеклышко потом землей сверху травкой все а потом приходишь пойдем я тебе секретик покажу и вот так расковыряешь это стеклышко раздвинешь так и через это стекло видно что вот там красивое ты сотворил там не кибану а вот что-то такое красивое было вот это называлось секретики и подружка подружки выходили все секретик показать секретик но иногда наши секретики хулигана ломали приходишь а там осколки жалко было видно поэтому не ломайте мои секретики пользуйтесь и вот все время и поэтому у меня как-то с память с детства все время ой секретики части секретики поделюсь секретиком и так вот так мы и к вам вышли на канал открылись этими секретиками и у меня крутится все время песенка по секрету всему свету что случилось расскажу уже уже и я вот мне хочется какую-то заставку на нашем этом сделать но уже тем услышали по секрету всему свету так вот по секрету всему свету мы сегодня будем говорить о том как почему люди конфликтуют почему они не могут выйти из конфликтной ситуации чревато ли это для их здоровья для здоровья их семьи и вообще что происходит и как этого можно избежать постараюсь очень коротко жадко вам объяснить вообще что же такое конфликты они могут быть в семье в основном мне задавали вопросы по семье вот но они могут быть в обществе в очереди на улице с соседями где на работе где угодно то есть первое что понять что же такое вообще вот конфликт а почему он на пустом месте вроде бы ничего не предвещало и вдруг бомбс происходит почему это происходит да по той простой причине что первое конфликт это всегда эгоизм люди не слышат друг друга люди не понимают друг друга не хотят да естественно николай сразу мне подсказывает отсутствие любви вот но раз эгоизм уже какая тут любовь может быть то есть человеком всегда движет я мать его мне меня вот почему меня обидели меня не услышали меня не поняли меня оскорбили мне не дали меня не одели что меня не встретили да то есть и идут дальше уже понятно что идут конфликты другая сторона говорит а почему я должен мне не дали мне не дали меня обидели меня не уважили то есть идет конфликт и с одной и с другой стороны это два эгоиста будь то в работе будь то на улице будь то где угодно то есть как уходить от этих ситуаций таких поганых ситуаций прежде всего человек должен учиться отдавать потому что невозможно что-то получить не не отдавая это так называемый всемирно известный всем известь и вам он известен как закон изобилия чтобы что-то получить нужно что-то отдать потому что не может человек ну скажем все время получать 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 и получать хотела вам показать сейчас такой момент вот как как тренинг да вот допустим я возьму в руки что вот что у меня здесь есть книгу беру да вот у руки заняты да вы мне еще что-то даете вот что у меня здесь глупо да глупо подмышку под вторую мышку еще что-то все в конце концов давайте 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 да у меня руки будут заняты чем я смогу потом взять только зубами да ну зубами возьму а потом чем вот проделать а вот такой момент да поставьте там мужа своего или жену свою и давайте игру побольше 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 каких-то предметов бывает так потяжелее дать стульчик дайте там еще корзинку дайте да пусть она вот стоит или он стоит груженый да а потом дайте что-то такое ценное так вот он не может это взять пока он что-то не отпустит что-то от чего-то не откажется что-то не отдаст это тоже принцип закона изобилия чтобы что-то получить нужно чтобы место было а чтобы было место нужно что-то отдать или от чего-то отказаться может быть для того чтобы человек переделался да ну сам себя переделал он не другого должен переделывать а только себя может быть ему нужно в себе разобраться и от чего-то как бы это дорого не было вот знаете вот дорого да вот крем мой любимый нет я его поставлю для того чтобы получить более ценное чтобы руки свободны таким образом человек он соблюдает и закон изобилия и плюс он находится в состоянии я готов принять я готов услышать если бывает вот вас кто-то не слышит но не слышит и все первое станьте на на место этого человека станьте на его место то есть начните слышать что он периодически вам одно и то же ведь сто процентов бывает так что одни те же вещи говори 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 а а вы думаете что он как это испорченная пластинка все время одно и то же а ведь этот человек хочет до вас достучаться может быть вы умны а он глуп уберите это вот как пыль сотрите прислушайте что он постоянно вам потому что иногда через людей с нами самоселенная а мы считаем так я умная а он не очень я даже сейчас не только о семейных отношениях вообще в априори вот и и значит что я могу от него такое услышать и получить да ничего в принципе ничего поэтому и слушать его не буду а иногда нужно вот действительно как это пыль суши и смахнут для того чтобы все таки услышать что вам говорит вселенная не муж в данном случае не сосед не начальник по работе не соседка по подъезду или по лестничной клетке и не просто прохожим с вами говорит вселенная да и если это периодически повторяется значит что-то она хочет до вас достучаться то есть освободите проход для того чтобы это получить и услышать еще такое маленькое послание как пусть она вам помогает вот и еще так сказала что такое эгоизм это причина как правило самолюбование жадность ненасытность и это чистой воды вампиризм поэтому человек которого не хватает скажем так чуть-чуть от такое отступление сделаю что такое вообще вампиризм да не буду всю эту тему раскрывать это как-нибудь получится у нас с вами встреча но всегда мы чувствуем и и понимаем что такое вампир да он пришел а у меня силу и все ушли значит меня съели вот на самом деле каждый из нас и я в том числе и вы которые сейчас будут вот так головой макать нет я только донор я всем даю мы все с вами и вампиры и донора одновременно мы в течение дня даже свой статус меняем то мы вампирим кого-то то мы отдаем кому-то да а учиться нужно нам брать от природы потому что она нам дает вселенная нам дает не от людей а от природы даже пример сейчас вы согласитесь со мной вот допустим была ситуация когда я болела да я донор я конечно всегда донор тут я заболела вот целители тоже болеют я болела серьезно потому что я была очень серьезно вот и я лежу я ухаживать за собой не могу то есть ноги мои не ходят позвоночник не работает очень понятно какое состояние да как вы думаете я донор в этот момент была нет я была жуткий вампир потому что вампирила я колю потому что он ухаживал за мной он при он готовил мне ну все все было на нем поскольку я не ходила вот и он все это делал а я еще лежала и командовала там вот пыль немножко а почему командовала объясню сейчас услышите поймете потому что в этот момент у меня такое негодование было что я я еще не могу ходить я не могу подняться у меня есть страстное желание я все делаю для того чтобы это сделать но мне хочется не сегодня мне еще позавчера хотелось уже бегать а я еще не хожу знаете такой внутренний бунт это нужно было все пережигать вот эгоизмом попахивало не только эгоизмом поэтому а на ком ты можешь это выместить только на своих близких поэтому я я уж не знаю как он все это пережил и серпел но мы говорили на эту тему я проговаривала и плакала я понимала что происходит я говорила помоги мне справиться потому что я хочу это преодолеть да и я понимаю что со мной сейчас происходит то есть трудный период такой вот поэтому я говорю из нашего опыта что можно было создать конфликт да конечно сто процентов можно было но мы уходили от него уходили почему потому что есть желание уйти от него поэтому в любом случае нужно искать точки соприкосновения точки соприкосновения со своими близкими со своими родными и знаете если если вы любите вы любите вас тоже будут любить и вас услышат и поймут это не правда это одно из писем которое пришло нам да с вопросом как раз а по конфликту как уходить от них что меня не понимают меня не слышат и то есть нельзя решить этот вопрос всегда можно решить этот вопрос и первое если вы сию секунду не можете отрегулировать эту ситуацию что нужно сделать нужно просто отпустить отпустить вы знаете вот представьте себе ситуацию стоят два человека да два человека или женщина или женщина женщина и мужчина и мужчина неважно два человека вот и у каждого есть свой эгоизм свой опыт свои знания своя уверенность и вообще своя самостость все один такой и второй такой и стоят они как вкопаны вот один из них решил второго перетянуть на свою сторону вы даже этот опыт можете как практику проделать со своими близкими поставить кого-то да и проделать и попробуйте такого уверенно перетянуть на свою сторону он уверен своей правоте а вы не прав иди сюда его так силком тянет и на себя что вы будете что вы почувствуете вы почувствуете как он отталкивается от вас всеми фибрами напрягается и вот нет почему потому что его насильно стараются чтобы он принял вашу сторону и другая ситуация когда он такой уверенно вы его отталкиваете отталкивать он уверен вы сильнее отталкиваете если вы уберете руку он на вас свалится используется этот момент еще когда создается конфликтная ситуация как собирать чемоданы и иди на все четыре стороны соберите чемодан вы не успеете еще вниз спуститься как вас вернут назад слава богу я не проходила этого опыта хотя все может быть в жизни да но я знаю такие ситуации когда берут тебя хотят выговорить да собери уходи 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 да и знаете 90 процентов всегда реакция диаметрально противоположная если выставляют за дверь тут же за того бегут и тебя возвращают это знаете когда это срабатывать что вот этот эгоизма срабатывает а как же это ж моё да я сказал строится строятся я сказал не строится не строятся а тут друг самостоятельно принимает решение я ухожу да тут нужно вернуть быстренько потому что не по моему получил вот что-то говорю вам говорю не знаю разберетесь разберетесь говорю то что чувство сейчас то что чувство хочется вам отдать вот так я с вами прощаюсь смотрим 2 я сразу по ходу буду отвечать на все ваши как здесь